Будет обо мне стереотип ходить. От стричь нельзя оставить. Привет, YouTube! Я Анастасия Варламова, и я тот самый эксперт, который помогает вам разобраться в форме вашего лица и структуры волос. На основе ваших фотографий я делаю разборы, которые вам, надеюсь, помогут в жизни ответить на наболевшие вопросы. Ну что, погнали? Знакомьтесь, это Яна, ей 29 лет, и ей не нравится, ну, конечно же, как и большинству нас, что нет объема. Когда пытаются уложить волосы, укладка не держится, и она часто ходит с хвостом. Хотела бы максимально сохранить длину, то есть подстричься так, чтобы из-за этого вообще ничего не было, и кардинально все изменилось. Вы извините меня за мой легкий степ по запросу, потому что мы бы все так хотели, но волшебной палочки у парикмахеров нет. Красота требует жертв, но не хотелось бы просто жертв, но тогда хотелось бы более адекватных запросов. Хотелось бы так, чтобы было просто в укладке убрать акцент с большого носа. А вот это как раз таки интересно. Нос не маленький, но и небольшой, но самокритичности нам всем, конечно же, не убавлять. Самое главное, чувствовать себя хочется уверенной, стильной, быть в гармонии, и хочу принять себя и полюбить. Но это не ко мне, а к психологу, но я могу помочь принять. Я могу помочь научиться ухаживать, больше понимать себя для того, чтобы было легче принять себя. Но я бы уже начала бы думать по поводу запроса, уточнения, потому что пока я слышу то, что очень много не устраивает, но при этом хочется оставить все как есть. То есть не убирать, например, длину. Что вы подразумеваете под формой? Пожалуйста, напишите мне в комментариях, как вы понимаете вот это определение форма стрижки, форма волос, форма прически. Если наберется много ответов, то я обязательно дам отдельный разбор по определению, что же такое форма. Но чаще всего формой подразумеваем мы стрижкой. Вот ты смотришь, либо стрижка есть, либо стрижки нет. Вот здесь я вижу то, что есть просто длинные волосы. И форма здесь в любом случае присутствует, и она опрятная. Видно то, что концы такие лощеные, ухоженные. Но сверху, так как хочется больше объема, вы явно не используете кондиционер. А если его используете, то на самые кончики. Поэтому они у вас такие лощеные, такие секси, такие привлекательные и блестящие. Вот здесь вы боитесь наносить кондиционер, потому что вы лишитесь объема. Но тогда вы получаете пушистость и наносите несмываемый кондиционер, либо кондиционер все-таки выше. Объем вы все равно там не получите в такой длине волос. И этот факт надо понять, принять, простить, проработать и так далее. Волосы у вас хорошей толщины, хорошая густота, плотность. Но ощущение, как будто волосы не промыты. Здесь очень хочется использовать не мягкий шампунь, а хорошо пенящийся шампунь, увлажняющий. Я бы не использовала шампунь для окрашенных волос, несмотря на то, что волосы у вас окрашены. Потому что он перегружает. Развенчивание мифов. Шампунь и косметика для окрашенных волос подходят только первые две недели. На постоянке, если вы не краситесь регулярно, пользоваться такими продуктами не нужно. Потому что их задача сохранять цвет. Они более питательные, более тяжелые. Когда у вас отрастают корни или у вас сложные техники окрашивания, комбинированные с обесвечиванием, то получается на натуральные волосы у вас идет перегруз. Соответственно, вы лишаетесь объема. А на обесвеченные волосы вы получаете излишнюю гладкость и недостаточное увлажнение и питание. Поэтому глобально линейки для окрашенных волос на постоянке использовать не нужно. Самое оптимальное это шампунь увлажняющий. Если у вас тонкие волосы, то увлажнение для тонких волос. А если волосы густые, толстые, пористые, то, пожалуйста, используйте увлажнение для толстых волос. Мне, кстати, нравится в этом линейка Joyka увлажняющая. Там как раз-таки есть эти разграничения. Редкая находка. Итак, у Яны классные волосы, которые лишены на самом деле объема. И объем будет накапливаться только там, где накапливается масса волос. И волосы склонны к пушистости, но, скорее всего, от обесвечивания. Поэтому ваш объем вы можете наращивать и поднимать за счет того, что вы схлопываете длину волос. То есть, если вы сделаете линию каре, то объема у вас будет больше. Каре — это, конечно же, хорошо, но давайте мы перейдем к вашей форме лица. Форма лица у вас вытянутая, овальная, идеальная. И каре может ее вытянуть еще больше. Необходимо нарастить объем в средней части головы. Давайте я порисую, у меня же есть стилус. Вот такое каре. Но уложить его и подстричь будет таким образом непросто. Поэтому вы можете применить технику осветления, визуально еще цветовым сопровождением, скажем так, подчеркнуть этот объем, дополнить густоту. И добавить челку. Удлиненную челку, шторку будет хорошо. Кстати, вот здесь волосы собраны в пучок. И очень классно бы смотрелась удлиненная челка. Оп, оп, оп. Очень мило. Итак, давайте поговорим о каре. Ой, как было бы хорошо. Какой классный пример. Здесь можно добавить челку. Челка вот такая прямая, неважно плотная или чуть-чуть. Она вот облегченная, такая текстурная по концам. Она всегда отдаст расширение в горизонт. Но при этом будут подчеркнуты скулы. Сразу автоматически появится объем. Очень классно. Коротко. Возможно, для вас будет коротко. Потому что для клиента все, что выше подбородка, уже чувствуется как короткая длина. Короткая стрижка. Если длина ниже подбородка, то она нами чувствуется как длинные волосы. Потому что мы ощущаем вес волос. Но на самом деле есть три длины. Короткие это до начала уха. Средняя длина до плеча. И все, что ниже плеча, это длинные волосы. Которые уже имеют три длины. Длинные? Очень длинные. Какие длинные? Какие у вас? Пишите в комментариях. Так, давайте пройдемся еще по каре. Что бы подошло Яне? Яне бы классно подошла. Вот такая форма каре. Мне кажется, было бы здорово. Ну и сюда можно было бы добавить еще челку-шторку. Вот такая длина была бы хорошо. Но форма все равно будет вытянутая. Видите? Невозможно в такой длине создать объем в середине. А объем хочется получить вот здесь, либо выше. Объем здесь будет там, где накапливается масса волос. Внизу. То есть чем короче волосы, тем больше объема вы будете ощущать сверху. Вот такое каре было бы классно. И здесь очень круто смотрится челка. Вот такая она густая, с шторкой. Есть горизонтальная линия, что подчеркивает глаза и расширяет уже в объеме. Плюс окрашивание. Посмотрите, растяжка цвета как раз таки от середины лица, от глаз. Что тоже добавит объема в горизонт. При этом вы можете максимально сохранить длину. Супер классный референс, если вы хотите поймать такой баланс между длиной волос, формой и цветом. Следующая героиня разбора у нас барабанная дробь. Валерия. У нее, конечно же, тонкие волосы, нет объема, одинаковые укладки. И чаще всего она собирает хвост. Как будто бы это какой-то общий диагноз. Вам не кажется так? Если кажется, то бежите в комментарии плюсики. Дерзко? Немного. Я творческий человек. Хочется соответствовать. Я так понимаю, хочется дерзости. При этом хочу трансформировать в элегантную небрежность. Свободный, легкий, индивидуальный, стильный. Это то, как она хочет себя ощущать. Но что я могу сказать? В целом-то сейчас все очень неплохо. Вы не написали, конечно, про длину волос. И здесь очень много вариантов под вашу идеальную форму лица. Вытянутую, которую, конечно же, напишите мне в комментариях, хочется сбалансировать в горизонт. Мне бы хотелось сделать вам качественную стрижку, чтобы она была симметрична с двух сторон и была плотность. Потому что непринужденно я делаю уродский скрин. Потому что вот этот кусок откуда-то с прошлой стрижки. Чуть-чуть такой потерялся. Откуда ты взялся? Непонятно. Идеальная форма лица. Овал, который хочется сбалансировать в центре. Вот так вот, в горизонте. И что это может быть? Это может быть челка, длинные волосы. Челка может быть не вытянутая, а более горизонтальная. То есть это, опять же, стиль Биркин. Вот так вот выглядит челка Биркин. Ну, она очень классная. С укладкой непривычно, но все просто надо с мокрых волос зачесывать вперед. И будет супер клево. А еще ее можно самой подравнивать. Ну, типа мешает, отрезала. Можно сделать челку и оставить длину волос. Я бы убрала, наверное, для такого образа нисколько длины. Небрежность добавляют слои, которые есть. Это вот эти вот прядки. Ну, соответственно, это вписывается в ваш запрос. Я бы его только оккультурила. И это стало бы элегантной небрежностью. Ну, а так сейчас все тоже очень дерзко за счет вот этой вот штуки. Короткая стрижка вам тоже была бы очень хорошо. И вообще, под ваши идеальные пропорции лица и вашу внешность, ваш тип фигуры, вам подойдут все длинные и все стрижки. А по поводу цветов. У вас темные и карие глаза подходят чистые цвета. Это шоколадный, черный, красный, рыжий. А если блонд, то прям чистый блонд. Если сложной техники окрашивания, то со сливочными такими чистыми прядями. Я бы не стала делать осветление или допускать, чтобы осветление размывалось потом в цвет ячменя или пшенички. Вот. Будет не очень. Слишком будет сливаться с тоном кожи. Давайте посмотрим примеры. Вот такой цвет волос вам делать нельзя. Нельзя такой цвет делать. А вот стрижку можно. Такой цвет волос сольется с вашим оливковым тоном. Кстати, у девушки тоже сливаются, но ее это не парит. Почему бы и да. Вот такая стрижка будет супер классно. Вот такая стрижка очень дерзкая, небрежная. И, на мой взгляд, здесь есть и небрежная элегантность. Все дальше обыгрывается стилем. Если блон, то вот такой светлый, чистый, который вы потом можете закрашивать абсолютно в любые оттенки. Если говорить про длину, будет хорошо такая длина. Вот такая длина. Но, возможно, это недостаточно дерзко на данной модели. Но зато элегантно. Но если говорить про творческую составляющую, можете рассмотреть вот такой вариант. Это стрижка либо вулфкат ее могут называть, либо шегги. Ну, здорово. В такой длине волос и в слоях, возможно, появится как раз-таки текстура, которая у вас вполне может присутствовать. Ну, сейчас это видно. Возможно, вы так классно делаете укладку. Но, скорее всего, ваши волосы очень пластичные для этого. Желаю удачи в экспериментах. Я хочу перейти к разбору следующему. И тут, наконец-таки, не будет длинных волос. Будут средней длины волосы. И давайте знакомиться. Это Нина. Волосы тонкие, плохо держат укладку. Возможно, потому что они тонкие. Стильно хочется, я так понимаю. И современно. Легко, свободно и стильно. Блин, надо перечитать свои вопросы. То либо вы сейчас уже чувствуете себя стильно и современно, и хочется вам ощущать себя легко, свободно и стильно. Не понимаю. Но давайте разбираться. Скажу сначала про волосы, про форму головы и свое впечатление от той стилистики, которая есть. Или ее отсутствие. Волосы тонкие, но для славянских толщина совершенно хорошая. Не хватает густоты именно в длине. То есть ваша масса волос, она все-таки в средней части накапливается. Ваши волосы нельзя филировать. Ваши волосы осветляются хорошо. Но если вы недоухаживали за волосами, то они, знаете, не будут так вот вафлиться или там растягиваться. Они просто сразу отваливаются. То есть это особенность славянских волос. Славянские волосы можно сравнить со стеклом. Они прочные. Толщина может быть разная, но они хрупкие. И для того, чтобы волосы были выносливыми и могли отрастить длиннее, необходимо их увлажнять, чтобы была эластичность, чтобы стекло не было настолько хрупким. Если вы их увлажняете более легкими средствами, это увлажнение для тонких волос, как шампуни, так и несмываемые уходы, то у вас будет держаться объем. У вас будут блестеть волосы. И все, останется только сделать форму стрижки. У Нины стекловидные волосы, славянские волосы. Объем только там, где накапливается масса волос. И видно, что Нине уже не 18 лет. Соответственно, объем классно формировать в верхней половине головы. Особенно под форму лица овал. Для того, чтобы появилась четкость, например, такая вот больше структурность обрамления, я бы делала более плотные срезы. Здесь не хватает немного графики. То есть мягкий овал и мягкая форма стрижки, такая рыхлая, очень утрирует и размывает образ. Хотелось бы лаконичности, законченности. Достаточно высокий лоб. И челка была бы классной, если вы готовы ее укладывать. Потому что ярко выраженный рост волос. И в целом можно начать с того, что убрать осветленные концы. Осветление в данном случае недостаточно яркое и сливается с тоном кожи. Вот эта вот ячмень и пшеничка не работает на яркость глаз. Глаза голубые. При этом вот этот вот рыжеватый фон осветления забирает на себя все внимание. Если вы хотите подчеркнуть яркость глаз, то вам очень хорошо подойдут холодные оттенки. Но они будут спорить с тоном кожи. И не будет такого объема, который хотелось бы. Но вы можете рассмотреть холодные перламутровые оттенки. Но для того, чтобы они читались, необходимо волосы хорошо обесцветить. Это прямо сейчас какой-то супер замкнутый круг. Но в такой длине волосы будут плохого качества при супер обесцвечивании. Поэтому выберите, пожалуйста, что вы хотите. Длину волос, либо форму и цвет. Убрав длину, вы можете позволить себе яркие образы. Вы можете позволить себе стать тотал-блондинкой. Экспериментировать с цветами. Перенести все внимание и акценты именно наверх. Не иметь хлопот с волосами. Вы их наверняка моете каждый день. Но теперь мытье будет в 3-4 раза быстрее. Давайте посмотрим фото-примеры. Ну вот смотрите. Тоже очень мягкий овал лица. Нет ярко выраженных черт, скул. Но насколько пышно смотрится прическа. Здесь очень теплый оттенок блонда. Вы можете позволить себе более прохладный или более перламутровый, что подчеркнет ваши глаза. Но если говорить о стиле, да, это стильно, это модно. При этом не нужно оголять шею. То есть вы все равно будете ощущать волосы. Челка будет укладываться в любые стороны, в которые вы хотите. Но только если волосы обесцвечены. С натуральных, которые у вас скользкие и малоподвижные, живут своей жизнью, не получится так сделать. Какие еще варианты можно рассмотреть? Это такие а-ля дерзкая девчонка. Можно что-то сдержанное. Но она очень спокойная. И я бы выбирала что-то более пышное. Например, вот такую форму. И челка сдерживает лоб. И добавляется текстура. Вы можете себе позволить блонд. И ухаживать за ним будет куда легче. Может, вы вообще перестанете волосы сушить феном. Вот такие будут фото-примеры. Посмотрите, что-то еще похожее. Погуляйте по Пинтересту. Я желаю вам классных экспериментов. И присылайте потом ваше преображение. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. До новых встреч!